Да, слышу, прекрасно выглядите. Спасибо. Я должен сказать, что Динара – журналист, предприниматель и фэйшн-продюсер. Ну, а тема вашего диалога, ну, прямо скажем, монолога пойдет следующая. Личный бренд, метод Динары Саджан. Все верно? Если вкратце, вот для меня, пока я здесь, расскажите в трех словах, что это за метод? Мы часто с вами говорим о том, что очень важно дифференцировать свои риски, да, там, иметь в портфеле несколько бизнесов. Но очень часто люди могут инвестировать в венчурные проекты, да, то есть рисковые проекты, могут инвестировать в недвижимость, но забывают инвестировать в себя, в свой личный бренд. А на мой взгляд, вот особенно сейчас карантин это показал, самая беспроигрышная инвестиция – это вы сами. Я тут с вами полностью согласен. Я еще раз красиво с выражением вас объявлю. Тема – личный бренд, метод Динара Саджан. Журналист, предприниматель, фэйшн-продюсер, собственно, как вы догадались, Динара Саджан. Я предоставляю вам слово, вещайте, пожалуйста, и пускай это нам будет очень полезно. Прошу вас. Спасибо большое. Друзья, меня зовут Динара Саджан, я из Казахстана, из города Нур-Султан. Я вот сейчас включаю свою презентацию, вы ее видите, да? Меня зовут Динара Саджан, я 20 лет работаю на телевидении, 10 лет занимаюсь фэшн-бизнесом, и последние два года занимаюсь также онлайн-образованием. В 2018 году я с командой AdGravity записала свой первый курс, который был размещен на международной платформе Udemy. И тема была личный бренд, метод Динара Саджан. Почему личный бренд? Потому что я всю свою жизнь работаю над своим именем. И вы знаете, когда мне было лет 16-15, наверное, я для себя поставила такую установку, сейчас вот очень многие психологи, да, борются с установками, и я поставила перед собой такую установку, что я буду до 30 лет работать над своим именем, а после 30 лет мое имя будет работать на меня. Вот я тогда еще не знала ничего о селф-брендинге, но, видимо, что-то предчувствовала. И сегодня я хочу вам рассказать о том, как важно инвестировать себя в свой бренд, и что личный бренд – это одна из самых надежных инвестиций на сегодняшний день. Вот просто приведу пример на своем примере, да. 20 лет я работаю на телевидении, 10 лет я занимаюсь фэшн-бизнесом. В 2010 году я открыла первый бутик казахстанского дизайнера в торговом центре «Кируен» в Нур-Султане. Это была Аида Кауменова. Я просто влюбилась в ее одежду и решила, что если я влюбилась, я носила ее одежду в эфир, в новости. Я поняла, что ее одежду, я для себя приняла решение, что ее одежду полюбят абсолютно все. С тех пор я занимаюсь продвижением казахстанских дизайнеров. И вот 10 лет, конечно, благодаря тому, что я уже была известна, популярна, и эту одежду носила в эфир, естественно, мне было легче продвигать казахстанских дизайнеров. В 2017 году я основала свой бренд одежды. Затем я всегда была активна в социальных сетях. Там в 2006-2007 году это были «Одноклассники», «Мейл.ру». По-моему, в 2009 году я начала активничать в Титтере, затем в Фейсбук и после уже Инстаграм. То есть вот как только появляется новая социальная сеть, Динара Саджан сразу же расставляет там флажки, я об этом расскажу чуть позже. И в 2018 году я решила как-то, так как меня часто начали приглашать различные вузы, в том числе известные там вузы, как Назарбаев университет, с лекциями, чтобы я поделилась, как зарабатывать на своем имени, о личном брендинге рассказать, как стать успешным и популярным. Я решила просто упаковать все свои знания и разместила свой курс, первый курс на международной платформе Udemy. То есть я все это как-то решила систематизировать, понимая, что я не могу разрываться и все время где-то выступать. Если вы думаете, что люди рождаются брендами, и нужно просто, чтобы многие думают, что ему повезло, он там сын Акима, сын губернатора, ему повезло, он родился в богатой семье, ничего подобного. Вот я выбрала трех людей, на примере которых я хочу показать, что каждый из вас может стать брендом. К сожалению, у меня сейчас нет фидбэка, я не могу услышать вас, но вот обратите внимание на этого симпатичного мальчика с большими черными глазами и вот эту симпатичную девушку, девочку с двумя косичками и парня в желтом костюме. Я думаю, что, ну может быть, кого-то из троих вы узнали, но, наверное, не сразу всех, да? Первый мальчик это Димаш Кудайберген, известный казахстанский певец, который прославился, вот на днях ему исполнилось 26 лет. Он из города Актубе, его родители заслуженные певцы Казахстана, и он к своим 26 годам добился просто невероятного успеха, его знают сейчас во всем мире, но я не думаю, что, наверное, кто-то в детстве знал, что вот Димаш Кудайберген станет известным певцом на весь мир, мировой звездой, да? Так же, как и эта красивая девочка из Америки, то есть она не подозревала, да, что ее ждет такой успех, наверное, даже не подозревали ее близкие. Это Опра Уинфри, она выросла в Америке, причем родители ее не состояли в браке, она до 6 лет росла с бабушкой, ее настоящее имя Орпа Гейл Уинфри, но так как ее близким и родным не было, было сложно выговаривать ее имя, ее все прозвали Опра. Опра Уинфри в 6 лет уже знала очень много глав из Библии, так как часто ходила со своей бабушкой в церковь, ее называли юным проповедником, но я думаю, что никто еще тогда даже не подозревал, что Опра Уинфри странит первой темнокожей женщиной-миллиардером в мире. Юный молодой человек в желтом, это Юрий Дудь, россиянин, вырос в обычной московской хрущевке, ходил в обычную типовую школу, и я думаю, что Юра, наверное, и сам не подозревал, может быть, его родители не подозревали, что он станет, наверное, самым топовым YouTube-блогером, но прежде чем им стать, он работал в газетах, он работал на радио, в детстве он был очень увлечен футболом, но из-за проблем со здоровьем он не смог играть в футбол, но он решил, я не могу играть в футбол, я буду о нем писать, поэтому, то есть основная его профессия, это спортивная журналистика, в 2014 году он зарегистрировал свой YouTube-канал, но только в 2017 году, по-моему, после интервью с Бастой, он стал мега популярным. Каждый из нас может стать брендом, и вот эти трое человек даму подтверждение, если ты будешь верен своим принципам, если ты будешь сам верить в свой талант. У каждого из нас, каждый из нас индивидуально, но у каждого из нас есть чему поучиться. Димаш шикарно поет, Опра Уинфри шикарный интерьер, и она сейчас даже на карантине продолжала работать, то есть ее любимый жанр – это интервью, и она шикарно просто берет интервью, то есть она не сидела дома на карантине, то есть она продолжала работать. Юрий Дудь сейчас снимает шикарные документальные фильмы, которые обсуждаются, особенно последний его фильм про Кремниевую долину, но, наверное, просмотрели все, кто хочет быть в теме. Каждый из нас может стать брендом, если будет трудолюбив, если будет знать, какой у него есть потенциал, его талант, и, конечно, если он будет упорным человеком. Невозможно стать брендом, если ты не эксперт в своей области, но у каждого из нас можно есть чему поучиться. То есть я могу вам рассказать, как брать интервью, как вести прямый эфир. Я 10 лет вела новости. Прямой эфир для меня – это вот, знаете, включается красная кнопочка, и я сразу выпрямляю спину, знаю свою рабочую зону, то есть я знаю, как готовиться к интервью, я знаю, как уговорить человека на интервью. То есть я эксперт в своей области. Но навряд ли я бы стала Динарой Саджан, если бы я, наверное, не была бы экспертом. То есть если бы у меня плохо получалось писать интервью, вести концерты, вести телевизионные шоу, вряд ли я бы стала… То есть люди не могут признавать людей, которые в своей области не эксперты. Поэтому первое, что нужно сделать – это быть экспертом. И вы знаете, на карантине я поняла, что человек может быть известным, не обязательно он должен быть человеком в шоу-бизнесе, то есть не обязательно быть актером или кинорежиссером или певцом. То есть ты можешь быть суперэкспертом в сфере, например, психологии. Вот Анатолий Александрович Некрасов, человек, который написал в 2004 году «Материнскую любовь», эту книгу перевели на 8 языков. То есть она издана многомиллионным тиражом. Но он писатель. Поэтому просто самое главное – быть экспертом. Это первое. Второе – это очень важно быть последовательным человеком. То есть если ты выбрал для себя одну стезю, то есть ты должен в этой стезе развиваться. Хотя, знаете, сейчас, если в советское время нам достаточно было одного высшего образования, выбрать одну профессию и всю жизнь работать в этой профессии, сейчас такое время, когда ты за всю жизнь можешь поработать в двух-трех профессиях. Вот как, например, я. То есть я выбрала для себя журналистику в 16 лет, затем через 10 лет я пришла в фэшн-бизнес, да, то есть, ну, это было около телевизии, потому что мне нужна была красивая одежда. Затем у меня появился спрос на обучение, то есть я создала свой онлайн-курс. И когда у тебя есть имя, ты уже можешь, в принципе, там, мне очень много проектов предлагают, у меня были и салоны красоты, и галерея, есть доля в отельном бизнесе. Когда у тебя есть имя, ты, в принципе, можешь производить там свой крем, свой телефон, писать книги и делать что угодно, да. Но для того, чтобы сделать это имя, нужно быть последовательным. Очень важно быть амбициозным. Я часто встречаю просто нереально красивых девушек, да, так как я работаю в фэшн-бизнесе, и у нас в Нур-Султане очень красивые, длинноногие, эффектные девушки с длинными волосами, с шикарными фигурами. Я спрашиваю у них, девочки, ну, почему вы здесь вообще, почему вы не в Париже, почему вы не в Нью-Йорке, да. Я знаю нашу модель, хорошо, Алену Субботину, она работает в Нью-Йорке, и, конечно, у нее был тоже непростой тернистый путь, она очень долго жила в Париже, там, с этими бешеными налогами, но она добилась своего, она сейчас в Америке, известная модель, да. Но нашим девчонкам не хватает амбиции, они говорят, ну, зачем нам достаточно жить в Казахстане, то есть важно иметь амбиции. Очень важно быть трендсеттером, то есть не повторять за кем-то, да, то есть не делать то, что уже сделал кто-то другой, а создать свой уникальный продукт. Вот я, когда создавала свой онлайн-курс по личному бренду, тогда онлайн-образование, то есть онлайн-курсы еще не были так востребованы. Мы в 18-м году полгода его писали, да, и вот на карантине он у меня просто очень круто продавался. Даже на карантине мы успели создать еще один курс, такой мини-курс по тайм-менеджменту, потому что меня чаще всего спрашивают, как я все успеваю, там, с детьми, с несколькими проектами. Поэтому я решила записать курс по тайм-менеджменту, и он тоже очень хорошо зашел, мы его продали, 150 курсов, то есть у нас там недельный курс был, 150 человек купили этот курс. Вот важно быть трендсеттером, тогда ты снимаешь сливки, да, тогда ты первый, понимаете, кто первый зашел, тот все и получил. Но для того, чтобы быть трендсеттером, нужно родить какую-то свою идею, да, может быть, ее нужно вынашивать, там, я не знаю, несколько лет, да, может быть, несколько месяцев, может быть, нужен мозговой штурм, может быть, ты эту идею где-то там просто вот где-то вот между слов увидел, но ты должен ее как-то доработать, и она должна быть твоя. И, конечно, непрерывно обучаться, то есть это очень важно. Вот все спикеры, которые на Синеджи онлайн-форуме, я всех собираюсь сегодня прослушать, ну, кто сегодня выступал, потому что для меня это очень важно. Мир так быстро меняется, да, то есть «Черного лебедя» Талиб написал в 2004 году, то есть и мы только сейчас о нем так активно говорим, то есть прошло сколько лет, там, 15 лет прошло, то есть мы отстаем, и мы, честно говоря, ну, вот неконкурентно способны. Для этого, а чтобы быть хоть немного конкурентно способным, очень важно непрерывно обучаться. Ко мне, конечно, обращаются молодые дизайнеры, которых я продюсирую, и я могу с гордостью сказать, что из-под моего крыла выросло около 10 дизайнеров, которые вообще приходили ко мне, то есть у них вообще никакой популярности, известности не было. Я их продюсировала, да, но по себе могу сказать, что меня никто не продюсировал, я всегда продюсировала себя. Каким образом? Первое, запомните правило, ты то, о чем ты говоришь. У вас, у каждого из вас есть в руках телефон, у вас есть социальные сети, у вас есть Facebook, у вас есть YouTube, у вас есть Instagram, Telegram. Если вы, я не знаю, может быть, вы не хотите быть блогером, да, может быть, вы ведете страничку в Instagram и периодически там постите какие-нибудь там цветочки, розочки, а может быть, своих детей. Но если вы не говорите о том, что вы делаете, чем вы занимаетесь, да, то есть может быть, вы юрист, может быть, вы делаете уникальные операции, может быть, вы ученый, работаете над каким-то новым исследованием, может быть, вы ищете там вакцину от ковида, да. Но если вы не делитесь об этом в социальных сетях, и об этом знают только ваши родные и близкие, но имейте в виду, да, то есть об этом никто не узнает. Ты то, о чем ты говоришь, то есть транслируй то, чем ты занимаешься, да. То есть если ты классный видеограф, показывай, публикуй свои шикарные видеоролики в своем инстаграм, рано или поздно их заметит какой-нибудь режиссер и пригласит тебя, может быть, на фильм. Скрещивай аудитории, вещай не только на ту аудиторию, с которой тебе комфортно, с которой ты привык. Для меня сейчас вообще вот просто вызов, да, то, что я выступаю на Синержи онлайн форуме, я, честно говоря, волнуюсь, у меня язык заплетается, но я, конечно, могла бы испугаться и сказать, о нет, я еще не созрела. Но я понимаю, что там абсолютно новая аудитория, это и Россия, и страны СНГ, и какие-то спикеры меня увидят. Для меня это очень важно. То есть я, если меня приглашают условно выступить перед студентами, я иду выступая перед студентами. Если меня приглашают выступить там перед врачами, я иду выступая перед врачами. Если меня приглашают выступить перед школьниками, я выступаю перед школьниками, да, то есть я могу выступать где угодно. Это могут быть и государственные министерства, я не знаю, учреждения и прочее. Я всегда скрещиваю свою аудиторию и даю интервью в самые разные журналы, будь то, я не знаю, тираж 500 штук, или же там YouTube-канал с аудиторией миллион. То есть я всегда скрещиваю аудитории, я понимаю, что у каждой аудитории есть свой читатель. Я хочу привести в пример Алексея Петровича Ситникова, автора Carmologic, это известный российский психотерапевт, политехнолог. О нем я узнала через журнал Татлер. Я очень люблю глянец, я его со школы собираю. Вот не знаю, люблю глянец, гламур. И в Татлере он печатает свои правила жизни. То есть он человек, он доктор психологических наук. В принципе, он мог бы всегда печататься только в научно-практических своих журналах, там выступать на конференциях, но, возможно, я бы о нем не узнала, потому что я такую литературу не читаю. Но благодаря Татлеру я узнала о том, что есть такой классный психотерапевт, так же, как Александр Добровинский, известный российский адвокат. То есть они работают над своим брендингом, и они не, скажем, не выбирают, то есть там, о нет, гляньте, я не пойду. То есть они выбирают самые разные аудитории, и они их таким образом скрещивают. Это же не говорит о том, что они не общаются с учеными, со своими коллегами. Понятное дело, что они идут и на конференции, и пишут диссертации, но они скрещивают аудитории и берут новую аудиторию. Это очень важно. Следующее. Создай свой продукт. Вот для того, чтобы, так скажем, закрепить свое место под солнцем на рынке, вот если ты условно стоматолог, и тебе нужно, чтобы там каждый раз интервью брали именно у тебя, на ток-шоу приглашали именно тебя, среди экспертов выбирали именно тебя, и чтобы потребитель знал, что ты самый крутой стоматолог, я бы на твоем месте, например, выпустила бы там, может быть, какую-то свою щетку, или с Холлгейтом сделала бы какую-нибудь коллаборацию, или, может быть, придумала бы какой-то новый продукт. То есть для того, чтобы закрепить свое место под солнцем, вот это, знаете, как делают известные визажисты, то есть они выходят на фабрики, или там Кайли Дженнер, да, то есть она просто вышла на фабрику, то есть и выпустила помаду, и благодаря этой помаде вошла в список Forbes и стала там самой юной миллиардершей, да. Для того, чтобы вот как-то вот свое место под солнцем закрепить, нужно просто вот в той сфере, в которой ты развиваешься, в которой ты растешь, в которой ты себя видишь, вот в этой сфере, наверное, очень важно создать свой продукт. Вот поэтому я 10 лет занимаюсь фэшн-бизнесом, но только в 2017 году, 3 года назад, я решила основать свой бренд одежды, потому что я знаю всю цепочку производства одежды, но я решила, что таким образом я зафундаментирую свое присутствие на рынке. Очень важно покорять новые рынки, потому что, ну, развиваться в Казахстане, это, конечно, одно, это как Димаш, да, Кудайберген. Если бы он всю жизнь пел только в Казахстане, в России, в Китае, в Америке, никогда бы не узнали, что есть такой талантливый певец, как Димаш Кудайберген. Ему было мало Казахстана, поэтому он поехал на славянский базар, сначала выиграл на славянском базаре, затем поехал в Китай участвовать в проекте I'm Singer. То есть очень важно всегда покорять новые рынки. Если ты сидишь на одном месте, в одном городе, и тебе кажется, что вот мне, в принципе, я живу в Москве, мне этого достаточно, ну, тогда ты будешь всю жизнь развиваться только в Москве. Вот лично мне этого недостаточно. Вот моя цель – это СНГ, я очень хочу, чтобы меня знали. Следующий слайд – создавайте коллаборации. То есть уже сейчас, находясь в своем городе, в своей стране, очень важно коллаборировать с такими же талантливыми людьми, которые живут в других странах. В прошлом году я, во-первых, я проводила Казахстан Fashion Week, Казахстанскую неделю моды, и на этой неделе мы представили нашу коллаборацию с грузинским дизайнером Тико Ниберидзе. Я предложила, это была моя идея, я предложила Тико, и мой аргумент был очень простой. Тико, тебя не знают в Казахстане, меня не знают в Грузии. Если мы создадим очень классную коллаборацию и создадим совместную коллекцию, коллекция, кстати, посвящена казахским тюльпанам, называется Great Step, потому что именно Казахстан является родиной тюльпанов. Мы создали такую коллаборацию, и действительно, после этой коллаборации у Тико сразу, естественно, взяли там интервью, пригласили на телевизионные проекты. Меня какая-то часть в Грузии узнала, потому что Тико публиковала у себя. То есть очень важно для того, чтобы расти, нужно создавать коллаборации и не бояться конкуренции. У нас очень много людей боятся конкурировать, поэтому вообще лишний раз там со своими коллегами не общаются. Для того, чтобы люди пришли именно к вам за вашим продуктам, вы должны быть царем горы в голове у каждого потенциального клиента, чтобы люди обращались в первую очередь, знаете, вот так, в голову там, хочу в ресторан поужинать, хочу японскую кухню. Если у вас японская кухня, японский ресторан, вы должны первым приходить в голову к своему клиенту, и вы должны над этим поработать. Расставьте флажки в социальных сетях. Я часто слышу, что люди говорят, ой, вы знаете, инстаграм это такая легкомысленная площадка, вот эти вот поцелуйчики, там фотографии, селфи, это не для меня. Окей, вы можете не присутствовать в фейсбуке, в инстаграм, в твиттере, нигде, да, но у вас есть конкуренты, у вас есть недоброжелатели, люди, которые воспользуются этим и зарегистрируют под вашим именем, зная вашу биографию, зарегистрируются там в фейсбуке, да, и могут писать что угодно от вашего имени, и это сложно проверить, люди будут верить, люди верят, они думают, если я в инстаграм, скорее всего этот человек тоже в инстаграм, то есть они могут даже вот путать, да, там фейки от настоящих людей, поэтому очень важно зарегистрироваться и получить верификацию. Продавайте билет на первый ряд, что это значит? Я это называю каждый день, если вот вы подпишетесь на мой инстаграм, Динара Саджан, вы увидите, что у меня очень много микроточек в сториз, да, я продаю билеты, то есть каждый день, вы знаете, сейчас киноиндустрия вот во время карантина тоже очень сильно изменилась, да, то есть по сути я сейчас нахожусь в Нур-Султане у себя дома в кабинете и выступаю на Синерджи онлайн форуме, понимаете, если бы мне об этом сказали в январе, я бы не поверила. Мир очень быстро меняется, да, и сегодня звездами становятся не только артисты кино, да, актеры, а звездами становятся люди, которые просто интересно, вкусно рассказывают о своей жизни. Если вы хотите, чтобы быть популярными, вы просто продаете билет на первый ряд, а вместо режиссера, вместо оператора служит ваш телефон, да, то есть там ваш айфон или я не знаю, смартфон, вы снимаете и показываете, вот я на работе, вот я пришла в офис, вот я встретилась с человеком, но естественно вы это делаете, то есть вы сами выбираете, кого публиковать, о чем рассказывать, но если мы хотим стать брендом, мы понимаем, что если мы хотим быть царем горы в голове у каждого потенциального клиента, мы не о себе все время, да, рассказываем, а о продукте, который мы хотим продать. Вкуснейшая вода, попробуйте, да, когда вы об этом говорите 20 дней, людям уже захочется попробовать вашу воду. Продумайте контент-план, то есть чтобы это не было хаотично, да, там сегодня утром проснулся, дай-ка я сегодня опубликую, расскажу про свои любимые книги, а завтра вы просто исчезли, а послезавтра вы рассказываете о своих детях, то есть у вас должен быть контент-план, потому что вы двигаете свой продукт или вы двигаете себя, у вас есть там цель, я не знаю, стать суперполитиком, суперврачом, суперучителем или может быть там, я не знаю, иметь агентство по недвижимости, то есть вы ставите себе суперцель и просто распределяете, какой контент-план вы бы хотели, чтобы появлялся в ваших социальных сетях, для того, чтобы люди понимали, чем вы занимаетесь. Будьте системным, очень много людей очень активно, агрессивно заходят на рынок, начинают о себе рассказывать, нанимают пиар-компании, которые прописывают им контент-план, потом они говорят, ну все, как бы, да, хотят сэкономить, там может быть закрывают бюджеты и уже не делают это самостоятельно. Люди через полгода уже не помнят, что такой человек вообще существовал. И самое главное, не бойтесь критики, вы должны запомнить, я вообще поняла вот за всю свою жизнь, что любой скандал это всегда плюсик в популярность, да, то есть невозможно стать брендом, не имея хейтеров, это вот просто андреал, если вам дают популярность, известность, успех, обязательно вдобавок, вдовесок вам дают хейтеров, вам дают критику, и к этому нужно относиться вот просто ровно, да, то есть без этого никак, вы не поверите, даже у матери Терезы были хейтеры, я брала интервью с российским имамом Шамилем Аляудиновым, но он просто вот, казалось бы, идеальный человек, и у него есть хейтеры, у него есть недоброжелатели. Ну, то есть всегда найдутся люди, которые неравнодушны к вашему успеху. Следующий слайд, личный бренд строится на историях, которые о нас рассказывают другие люди, то есть невозможно стать брендом, если о вас говорят все время гадости, поэтому очень важно быть еще хорошим человеком. Я просто понимаю это, наверное, потому что, вот я просто по себе, да, сужу, если мне очень нравится человек как профессионал, да, вот просто он супер профи, но как человек, он такой нехороший человек, я не буду на него подписываться, я не буду, наверное, следовать, ну, то есть фанатеть, да, от его деятельности, поэтому очень важно быть еще хорошим человеком. Это вообще проще простого, просто помогать людям, да, не быть, то есть помнить о том, что любые отношения это двусторонняя дорога, да, то есть ты не можешь все время у кого-то что-то просить, но при этом ничего не давать. Поэтому наш бренд строится вот на таких вот рассказах, я не прошу людей писать обо мне, да, там или рассказывать обо мне. Эти люди самостоятельно, когда захотят, там сами напишут, но а те другие люди, как раз новые рынки, новая аудитория, которая не знала обо мне, они могут узнать благодаря вот этим постам. То есть поэтому нужно просто быть хорошим человеком, делать добро, быть полезным и кто-нибудь о вас напишет и какая-то новая аудитория на вас подпишется. Еще три важных момента в личном бренде, это не копировать чужой контент. Я знаю, что очень многие занимаются копипастом, кто-то просто подсматривает, кто-то может быть просто нагло копирует, да, это сразу заметно. То есть если ты хочешь быть на рынке, занять такую хорошую нишу, да, то есть очень важно родить что-то свое. То есть просто не надо ни за кем следовать. Ты можешь смотреть, конечно, быть подписанным, читать то, что тебе интересно. Где-то может быть какую-то ловить идею, но не копировать, вот там я не знаю, очень часто я даже наблюдаю среди других блогеров, они видят какую-то классную фотографию, то есть они просто повторяют такой же ракурс, все то же самое. Но если это не в челлендже, да, каком-то, то есть тогда это не так интересно. Вот важно в личном бренде быть трендсеттером. Создавайте свой эксклюзивный почерк, да, как это можно сделать. То есть сделайте то, чего не делают другие. То есть там надо мной очень много моих друзей смеются, что у меня очень много микроточек и каждый мой день это микроточки, да. И окей, пусть это будет моим эксклюзивным почерком, пусть это отличает меня от других людей, даже если у кого-то это вызывает смех, но зато это мой фирменный почерк. У нас есть в Казахстане министр, который каждое утро в Фейсбуке на протяжении, по-моему, трех лет пишет «Доброе утро, друзья!» «Доброе утро, друзья!» Понимаете, в 6.30 или в 6 утра «Доброе утро, друзья!» И ты понимаешь, что в 6.30 человек проснулся, и для тебя это уже становится как норма, да, то есть и это как раз-таки тот эксклюзивный почерк, который вас будет отличать от других. Но здесь очень важно еще быть системным, то есть как только вы перестали это делать, это уже не ваш почерк. Найдите свои фирменные фишки, то есть то, что будет вас отличать от других.